Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1279. Притча Соломона 27.1. Не хвались завтрашним днём, потому что не знаешь, что родит тот день. Ну и ещё Иакова 4.13. Почитайте. Вот оно где. Просто прочитайте, посмотрите. Я всё ещё голос не вернул Господь за 17 июня 2019 года наше объявление даётся по одной семье, где остались дети. Тормознуть курсором и дальше свободно можно считать. Вчера мне написали тут про Виталия Калиникова, как он выезжал в Испанию заработать деньги. Я очень сильно боялся за него. Ленивый. Работать отлынивает, а деньги нужны. Ну я говорю, ну ты там переменись по-другому. Ну начни работать-то. И помалкивай. Делать своё дело. Испанию всё-таки. Католики-то. Нет, вот такое мнение осталось. При отъезде Ремес, это где он остановился, хозяин, дал Виталию 100 евро. И сказал, что это для Игнатия Тихоновича. Но раз Виталий уезжает пустой, без лишних денег, то может их использовать, но в итоге должен отдать их ИТЭ. Недавно они написали Виталию, чтобы он с этих денег купил вам, нам. Ну дело-то общее, так сказать, винт. Но денег у Виталия уже нет, и ответил, что хотел бы на эти деньги поехать по Теряевку. Ремеса это не понравилось. Он, как я поняла, жёстко Виталию это сказал. Видать, потому Виталий решил их отдать или что. Короче, если речь про эти 100 евро, это именно ваши деньги. Второе. Винты, которые Виталий, это те винты, которые я делал в Испании. Эта копия была подарена Виталию, Ремезом и Ирмой. По идее, он может, конечно, делать с ними, что хочет, кирпичи забивать. Может хоть снова как бы продать их Ремезу и Ирме в частичном погашении долга. Но мне бы хотелось, если он действительно их привезёт, то пусть ничего с них не удаляет. Пусть это будут наши архивы. Частично там распределённо по темам всё. Собрания отдельно, события отдельно. Опять же, это его дело. Параллельно копии есть в Испании, всё равно. Отправляю ему. Ну, что на это сказать? Оставил там мнение самое плохое. Люди в это время... Православия был близко, а теперь о православии даже и слышать не хочет. То есть большую бяку сделал. Вячеслав Семёнов пишет. Нашёл данные по моему прадедушке, священнику-мученику, многовесенный Игнатий Алексеевич. Родился в 1792 году. Кирово-Ичапецкий-Поросницкий район, село Ильинск. Он дальше перечисляет, какого числа. Приговор, три года, концлагерей. Реберетирован, когда... Неслучайно его зовут Игнатий. Игнатий. То есть Игнатий Наговисин, Игна. Он. Для меня это не случайность. Это сейчас переписки взял. Взял. Меня спрашивают, как вы относитесь к рэпу? Вот это вот крайне отрицательное. Никак не приемлю. Даже где бы ни было, я сразу перемахиваю на другую страницу. Я не могу объяснить настолько непросто и неприемлю, а мне противно. Что вот такая выдумка, вот такое делают. Они... Ну, не приемлю. Тут гитарист какой-то, что-то. Я просто показываю, о чем они говорят очень. Аж... Так. Аж... Так. Продолжение следует... Ольга Варлама дальше пишет... И я вышла на вас совершенно случайно в одни Великого Поста. Но не сразу, а сначала на Ткачеву, потом на Шахматову, потом на Головина, а потом уже на вас. Да так и осталось на этом. Мне сейчас достаточно ваших поучений. Я отправила запрос дружить на мой мир в Одноклассники. Вы приняли только в мой мир. А в Одноклассниках нет. Дело в том, что сейчас мой мир очень неудобный. А в Одноклассниках сейчас лучше. Я постоянно смотрю ваши ролики и поставляю себя в заметках. И каждый раз эти ролики смотрит человек 40-50. Несмотря на то, что у меня стоит замок, поэтому не каждый может попасть на мою страницу, а только друзья, в кавычках. Игнатий Тихонович, можно ли вам задать вопросы здесь? Будете ли вы отвечать персонально? Или у вас нет для этого времени? У меня сын священник. И хотелось бы разрешить многих недоумений и скорбей. Я много лет переписываю с женщиной из секты. И тоже есть вопросы. Это в первую очередь у меня есть. В этом большая нужда. Отвечаю, каждое лето с 10 июня по 10 октября я нахожусь в поселке Потеряевка. И отсюда отвечать сложно. Когда вернусь в Барнаул, то можно будет поговорить по скайпу. В Одноклассниках никогда не бывает. Там обычно смотрят администраторы наших ресурсов. Простите. Но вчерашний день. Как всегда. Подъем у нас в 4.40. Но у меня по-другому. Я ложусь раньше. Я отдельно живу. И где-то с 2 часов ночи я уже здесь. А то и раньше бывает. Пол первого даже бывает. И уже все. И тогда все когда сделаю. Часа 3 уходит на разборку почты, ответы. И бывает как хожу тут в валенках. Тепло так. И завалюсь. Лежу поверх. Там покрывало. И сразу же засыпаю. Вчера в полдевятого батюшка приехал из Барнаула. Там встречали Троицу. Троица. День Троица. А здесь объявили, что молебен на полдевятого. Ну и коленопреклонные молитвы были. Все. Трава. Тут все. Так прекрасно время прошло. Вернулись. Позавтракали. И срочно, быстрее мы отправились в лес. Нужно заготавливать сваи для Рыжковского северного пруда. И думаю, что потрудились мы прекрасно. На свае примерно. Каждая свая. Это 2,30 примерно бывает. Такой вот размер высоты. Свая. Диаметром до 15 больше сантиметров. Береза тяжелая. И приготовили мы. Ну и сколько было, не считали, не знаю. Но думаю, не менее 70 свай. И уже вывезли и начали шкурить. Шкурить скорее, скорее. Скорее. Этот бульдозер придет, а у нас сваи не готовы. Напряк огромный. Да, когда дотянулся вечером, помолился, упал. И утром встал, и думал, была ли ночная молитва. Не могу даже сказать. Ну и сразу помолился, что нужно изо всех. Ну, скорее всего, да. И вот сейчас только утреннюю молитву буду совершать, если Господь благословит. Не ночная, а уже утренняя. Хотя уже утро, уже 6. 5.43 вот гляжу время. Да. Вот события какие здесь. Машину вызвали, вывезли. Главное, вывезли. Утром там бывает, где-то моросит, там дождик. Сейчас здесь погода направилась. Хотя и облаках. И все. Но дождя не было нам этого. А тут-то рядом мы. Завезли туда, во двор. К Володе. И уже делаем. И временами снимаем об этом. Ну, вот так. Вот и все. Ну, все накормить. Володя принес, а тут кошек накормил. Чужие кошки лезут. Своих-то 5. Вот Надежда Васильевна попросила оставить котят маленьких. Кому-то и не отдала. И все это на нас повисло. И кошки-то хорошие. Ну, куда их? Каким образом расстаться с ними? Не знаю. Просто не знаю. Предлагаю, никому не надо. И приходится кормить. Кормить год уже кормим. И они не нужны. А к ним кто-то еще лезут и лезут. Пришлось их в дом запускать и в дому кормить. Ну, еще такое вот все. Больше-то ничего и не было здесь. Поехал по деревне звать. Кто может придите, то другое. Кто-то ребятишки маленькие бегали. Дайте им ножи, ножи, топоры. Они придут. Они и пришли. Один сын племянника. Я не знаю, сколько. Но лет по 12 есть, наверное. Тихоном назвали его. Голова, волосы. Это рыжие, красные. Красиво так выглядит парень. Он расстает. Все работают. Это деревня. И тут многое надо делать. И делать самому. И все это в радость. Благословен Господь. Больше ничего тут нету. Смотрю. Аллилуйя. Отошел. Благословен Господь. Благословен Господь. Благословен Господь. Продолжение следует...